Про выгоду перехода многоквартирных домов на индивидуальную систему отопления специалисты говорили давно. А с 2013 года перешли к действию. Программа инициативного бюджетирования позволила жильцам более чем 200 домов отказаться от центрального отопления. К примеру, в Батрево не осталось ни одного такого дома. По тому же пути идут и другие районы. В Цивильске более 100 многоквартирных домов. Большая часть из них уже перешла на индивидуальную систему отопления. Жильцы сами проявляют инициативу. Обращались мы к главе администрации. Я лично ездил как в комендант дома. Здесь я 90-х годов проживаю. Ну вот, наконец-то решили этот вопрос. Где-то я 800-900 ежемесячно плачу в зимнее время. А до этого было, в зимнее время, где-то около 2000. Очень даже заметно чувствительно. По подсчетам экспертов, окупаемость вложений жильцов на переоборудование составляет до 7 лет. В зависимости от стоимости самого котла, которое варьируется от 50 до 70 тысяч рублей. А дальше идет только экономия. Мы всячески поддерживаем инициативу наших граждан по переводу их домов на индивидуальное отопление. Специально для этого у нас есть мероприятие по господдержке, программа инициативного бюджетирования. Если жители выходят с инициативой органов местного самоправления по переводе их дома на индивидуальное отопление, соответственно, мы эти заявки собираем у органов местного самоправления и выделяем денежные средства из бюджета республики на реализацию этих проектов. То есть, таким образом, до 80% всех затрат мы можем покрыть из бюджета. У жителей останется всего 20%, ну и, соответственно, котлы. В этом году по программе софинансирования на реализацию программы было заложено 70 миллионов рублей. В районах освоить эти деньги будет проще. Причина – чем меньше дом, тем больше вероятности, что жильцы проголосуют единогласно. В Цивильске осталось всего 30 многоквартирных домов с центральным отоплением. Так что впереди немало работы. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.